здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие подписчики рада вас приветствовать на нашем канале вит и виртус на сегодня будет расклад на долгожданный колодец ари давно мы не делали раскладов на колодец арь и по вашим просьбам в комментариях очень много вопросов сделать расклад на тему быть ли человек на связь появится ближайшее время сделаем такой расклад посмотрим что у вас хотят говорит давно не брала колодец в руки посмотрим какая у вас ситуация в отношениях на сегодняшний день что у вас происходит выйдет ли человек на связь ближайшее время я буду смотреть до трех месяцев вы загадаете себе срок заранее прямо при тем что будете смотреть расклад заранее себе поставьте какой-то срок там в течение недели в течение полгода в течение года как как вам как вам удобно как вам необходимо и посмотрим ситуацию будет ли он делать какие-то шаги навстречу какие-то будут шаги как он будет действовать будет ли он действовать и стоит ли вам проявляться самой что будет если вы проявить вот по старинке да как старые добрые времена три-четыре года назад сделаем пять вариантов расклад небольшие будут пять вариантов смотрим появится и загаданный человек выйдет ли на связь самостоятельно и что с этим делать первый второй третий четвертый и пятый вариант загадывать если нужно время ставьте на паузу первый вариант конечно конечно очень интересные отношения первый вариант могут быть любовные еще отношения могут быть какие-то романтические отношения где никто розовых замков не строит здесь отношения как любовник любовница либо мы встречаемся четко каждый понимает для чего тоже такой вариант может при играться первый вариант может быть еще человек может быть моложе так поехали какая ситуация настоящий момент вы не разговариваете между вами расстояние вы не разговариваете ну кого-то может быть разные страны у кого-то могут быть разные города но в принципе никто из вас обоих не знает, что это нужно делать. Вы молчите, один молчит, второй молчит. В принципе, для того, чтобы вам начать общаться, нужно просто принять какое-то решение. Я помогу. Так, ладно, давай заново начнем общаться. Причём эти мысли посещают и его, и вас. Тут такая обоюдная энергия. Но между вами сейчас сказать, что какая-то ссора, конфликт, ненависть. Либо много времени прошло, либо такое состояние, атмосфера очень ровная, спокойная. Но вообще полное отсутствие информации, что происходит у каждого в жизни. Непонятно, что делать. Ну, вообще непонятно, что делать. Что он думает по поводу всей этой ситуации? Он скучает, вспоминает. Иногда занимается какими-то делами, либо работой, либо чем-то таким, связанным с его основной деятельностью. Очень часто вас вспоминает. Может быть, вы как-то помогали ему, либо были связаны или подсказки какие-то ему давали. Когда он занимается своей работой, делами, он очень часто вас вспоминает. Потому что вы очень поддерживали его, либо давали очень большое количество энергии. Он здесь появится. Давайте ещё раз спросим. Появится ли загаданный человек в срок, который вы загадали? Здесь гордыня. По весне, мне кажется. Не знаю, какой вы срок загадали. Здесь немножко дольше будет, чем вы думаете. Здесь не будет раньше, чем ноябрь месяц. А вообще, не знаю, когда вы смотрите. Это примерно сроки будут с ноября по апрель. Ближе, конечно, к весне. Но да, если бы он переступил через свою гордыню, гордость, может быть, какое-то тщеславие, либо, может, кого-то муж есть через мужа переступил. Но вообще, если бы он переступил через свою гордость, то, может быть, и быстрее бы это всё получилось. Но здесь очень высокая вероятность, что он появится сам, если вы ничего делать не будете. Стоит ли вам проявляться и делать шаг навстречу? Да, вы можете это сделать. Причём, вы это можете сделать, как, знаете, как ситуация, которая даёт вам дополнительную информацию о том, что происходит. Как вот удочки закинуть, приехать в тот город, как-то отметиться. Либо выложить какой-то пост и поставить локацию, там, недалеко от него. Либо какое-то место, которое его зацепит. Потому что здесь, понимаете, император и императрица. Что император не хочет проявляться, что императрица ждёт в гости. Ну вот можно как-то сделать, как будто невзначай, я оказалась случайно там же, где и ты. Либо демонстративно даже там отметиться и выложить фотографии. Но вообще, да, вы можете проявиться, но вам это даст просто какую-то дополнительную информацию. Если вы, допустим, сами ему напишите, ответит. Может быть, не сразу, может быть, какое-то время будет думать. Но я не уверена в том, что вы напишите, по-первых, вариант. Здесь луна, потому что он не совсем понимает, в каких отношениях. Такое ощущение, как будто у вас есть ещё какие-то отношения. Напримите с королём Пентакли. Либо вы выбираете между. Но он очень хорошо, положительно к этому отнесётся. Он ответит. У вас будет разговор, диалог. Встречи пока не вижу. Но завяжется переписка. Завяжется переписка, диалог, разговоры. Но тут вы не совсем уверены, нужно ли вам это. Какие у вас перспективы, если вы помиритесь. Для вас это кармические отношения. Отношения больше в удовольствии, чем для чего-то официального. Но опять же, две карты судьбы. Вы с этим человеком проходите опыт. Вы с этим человеком проходите какую-то ситуацию жизненную, из которой вы должны сделать выводы. То есть, человек в вашу жизнь пришёл не для того, чтобы стать вашим мужем. Он может стать мужем кем угодно, любовником. Но основная его задача для того, чтобы вы что-то поняли, проработали и пришли, возможно, к своему предназначению. Такой вот первый вариант. Второй вариант. Появится незагаданный человек. Здесь у вас очень странная ситуация. Что у вас происходит в настоящий момент? Здесь кого-то принесли в жертву. Здесь кем-то пожертвовали, выбрали. Вот если был выбор, то выбрали не вас. Ну, кто-то кем-то пожертвовал. Либо вы им, либо он вами. Потому что здесь и ссора была, и конфликт был, и конфликт был из-за каких-то материальных вопросов. И конфликт был из-за чего-то, ну, реально существенного, материального. Может быть, связано с какими-то вложениями, деньгами, либо с каким-то имуществом. Споры, ссоры. Ситуация очень зависшая, ситуация очень непонятная. Я не вижу, что он в ближайшее время выйдет к вам на связь по этим картам. Будет он что-то делать по отношению к вам? Да, будет. Будет. Периодически будет проявляться в вашей жизни с периодичностью где-то примерно раз в три месяца узнавать, что у вас в жизни. Что он думает обо всей вашей ситуации в этой ссоре. Да, эта ситуация очень болезненная. Ну, как бы, каждый повёл себя, так как уже повёл. Да, он переживает из-за этой ситуации. Действительно, здесь что-то связано с финансами, с вложениями. С вложениями. Может быть, вложение временем, может быть, вложение какими-то действиями, но здесь как не хватает, как объясниться надо. Ему, если приходить к вам, выходить на связь, то нужно идти с какими-то дарами. Либо возвращать то, что он обещал в прошлом. Вот как бы отдать то, что он должен был отдать в прошлом. Либо если он пообещал вам что-то сделать, то сделать то, что он обещал сделать из прошлого. Тогда с таким условием он может прийти в вашу жизнь. Он это всё понимает. Если вы сделаете первый шаг, какая будет реакция? Ну, это будет глупо с вашей стороны. Потому что, ну, смотрите, всё это очень легко. Если вы делаете первый шаг, здесь просто быстро всё опять разворачивается, и с человека просто снимаются какие-то обязательства, какие-то вопросы, которые он не исполнил в прошлом. У вас очень быстро начинается новый союз, начинаются новые отношения. А вы будете жить вот с этим камнем на душе, что я могла добиться того, чего я хотела. Может быть, мне это не нужно и нужно. Но второй вариант такое ощущение, что мужчина – две женщины. Любовные отношения. Вы будете сожалеть об этом. Я вот по второму варианту не рекомендую вам возобновлять собственноручно с ним отношения. Какие у вас перспективы, если человек придёт и помиритесь, и начнёт быть вместе? Да, вы будете парой. Вы будете парой, вы будете встречаться, он будет, ну, вы будете давать человеку чувство, любовь, романтику, он будет давать какую-то ответственность, какие-то действия будет совершать. Но здесь, правда, была какая-то некрасивая ситуация. И она связана с имуществом. Она связана с даже, ну, опять же, с чем-то, что человек пообещал, и он не выполнил. Такой второй вариант. Третий вариант. Что происходит в ваших отношениях? Так, третий вариант. Здесь пришёл-ушёл. Здесь у нас постоянно все понимают, что эти отношения до поры до времени, подстраиваемся под ситуацию, как-то пытаемся лавировать в той ситуации, в которой есть. Очень странные отношения. Могут быть отношения по интернету, могут быть отношения дистанционные. Но, опять же, отношения даны для прохождения какой-то мудрости. Отношения даны для того, чтобы выполнить какие-то уроки и понять какую-то вселенскую мудрость. Они действительно… Вот такое ощущение, как будто они должны были давным-давно уже закончиться, но как будто что-то не доделали, и вы не можете окончательно от них как бы откреститься от этих отношений. Прямо реально откреститься. как чур-меня-чур, забудь уже вот эти отношения и всё. Постоянно тоскуем, постоянно скучаем, постоянно возобновляем. Здесь хождение по мукам. Здесь очень похоже на гостевую историю. Либо вы на расстоянии, опять же, к другу приезжаете и уезжаете. Либо это мужчина, который то появляется, то пропадает. Здесь нет конкретики. Но для вас эта ситуация, для того, чтобы вы в жизни приняли какие-то важные для себя решения, на какие отношения вы готовы идти, а вам нужна, в принципе, семья. У вас есть определённая мечта. У меня звезда выскочила. У вас есть цели. То есть вот эта ситуация соответствует вашим целям собственным, чего вы сами на себе по-настоящему хотите. Вам скучно, вы начинаете тосковать, вы опять притягиваете этого человека в жизнь. Что он думает по поводу всей этой ситуации? Дьявол. Он скучает действительно по дьяволу. Ему с вами хорошо. Он испытывает к вам сексуальное влечение. Он испытывает к вам зависимость. И вы тоже испытываете к нему зависимость. Ему хорошо. Он приезжает, расслабляется, отдыхает, обновляется и уезжает. Ну, какое-то время вы проводите вместе. Он тоже по вам скучает. Он тоскует, скучает. Только каждый раз вы думаете, зачем я опять всё это начала. Занимаетесь самобичеванием. Что будет? А, нет, появится. Сделает ли он первый шаг? Появится ли он в загаданный срок? Да, у вас разговор идёт о любви, о романтике, о том, ждёшь ли ты меня, дорогая, как ты меня любишь. На самом деле ты меня любишь не по-настоящему. Разговор у вас идёт о любви. Возможно, если он женат, то о жене. Но если вы замужем, то о статусе. Либо если вы все свободны, то вообще кто вы в его жизни? Жена или не жена? Какой женщиной вы являетесь в его жизни? Поэтому пока у вас продолжается вот эта история «приехал и уехал», вы постоянно возвращаетесь в эти отношения, здесь надо просто для себя решить. Вам совет. Это цель вашей жизни. Это мечта всей вашей жизни. Вы хотите таких отношений или нет? Потому что пока вы скучаете, тоскуете, то человек будет постоянно возвращаться в вашу жизнь. Стоит ли вам делать первый шаг? Так интересно, если вы делаете первый шаг, да, здесь ситуация возобновляется, но из вас делают жертву. То есть он вас ещё делает виноватым. То есть он вас ещё будет обвинять в том, что это вы недостаточно. Проявляете чувства. Вы холодны. Вы постоянно думаете, рассуждаете. Ему не хватает от вас тепла. И он уходит, потому что ему не хватает от вас. Ну вот что-то такое будет. Будут какие-то манипуляции из серии, что ты сама по себе такая. То есть обвинение будет в вашу сторону. Что вообще все эти ситуации не я такой, это ты такая. Поэтому смотрите сами. То есть да, вы можете помириться, но на вас повесят всю вину. Перспективы отдалённые. Дружба, союз с мужчиной, в которых вы являетесь тайной женщиной. Эти отношения будут неофициальны, но могут быть очень долгими, но неофициальными. И особо вы афишировать эти отношения не будете. Такая вот история. Четвёртый вариант. Ой, ну конечно да. Конечно да. Здесь такой товарищ, который периодически всё равно проявляется в вашей жизни. Вы пытались что-то делать. Вы даже, скорее всего, пытались жить вместе. Здесь такая интересная ситуация, что вы пробовали даже быть с семьёй. Как-то с первого раза это не получилось. Здесь женщина с разбитым сердцем. Ну вот прям серьёзно. Здесь отношения, когда девушка пыталась с молодым человеком, незрелым для отношений, построить полноценную семью. В этом как бы и проблема. В том, что можно, конечно, начать сначала, но надо ли, потому что слишком разбито сердце. Незрелый молодой человек, то есть вы с незрелым молодым человеком пытались построить на уровне императрицы и королевы семейные взаимоотношения. Соответственно, разбитое сердце из-за этого. После таких отношений девушки обычно вообще не хотят никаких отношений строить. Что он думает по поводу этой ситуации? Ну, он периодически будет проявляться в вашей жизни. Постоянно. Так, что он думает? Сейчас он к вам подойти как бы не может. Он чувствует свою вину. Знает, называется, собака, чьё мясо съела. Тут получается, у мужчины, на которого вы смотрите, либо загаданный человек, он знает свою вину, он понимает, в чём он виноват. Исправить он ничего не может, поэтому он просто отсиживается. Придумывает какие-то сказки, рассказывает о том, что у него есть какие-то отношения, где-то там, возможно, там. Вот со всеми у меня всё нормально, только с тобой ненормально. Но он действительно не зрел. Вам нужны полноценные и серьёзные отношения. Здесь неважно, сколько ему лет. Там ещё какая-то очень странная история с бывшей. Знаете, он не столько не зрел, сколько, может, наоборот, действительно другая женщина нужна, потому что он придумывает. Я просто не поняла вот эти придуманные истории про какие-то отношения из прошлого. Прошлое, настоящее, то есть как будто у него на расстоянии где-то есть что-то ещё. Но он это придумывает, он живёт какими-то иллюзиями. Но у него действительно что-то было. Такое ощущение, как будто у него есть идеал отношений, к которому он тоскует, скучает, и к которому он хочет прийти. И он, если у него что-то не получается, он просто рассказывает сказки о том, что он не строит отношения, потому что у него есть какие-то незаконченные отношения. Не знаю, какая-то ерунда, но к вам он может... Вы можете иногда общаться... Вы можете иногда общаться, потому что здесь как пара королевы и король жезлов, от которой он ушёл с возможностью вернуться. Возможно, это такой принцип общения, что он от всех девушек так уходится, которые его ждут. Да, и рассказывает историю о том, как у него много капитана даяния его плавания, в каждом городе или в каждой стране у него есть отношения. Но он живёт какими-то иллюзиями. Он всё время рассказывает, что он куда-то поедет, там у него есть семья. Странно, интересно. На самом деле он не зрел. Вот просто причина в том, что человек морально не готов нести ответственность, потому что семья... Вы хотите семью. Семья — это ответственность. А здесь, получается, играемся в семью. Что ему надо, чтобы получилось? Хотя бы понимать, что такое союз. Он даже до конца не осознаёт, что он потерял в вашем лице. Реально, это была большая потеря, когда он испортил с вами отношения. Но давайте так, на вопрос, появится ли он в вашей жизни. Да, конечно. Через кого-то, как-то. Просто сейчас, в настоящий момент, не считай, что это неуместно. Появится, давайте ещё раз, конечно, колесница, отшельник. Он появляется, но он позиционирует себя, как «я ещё не готов». Давай попробуем просто встретимся, пообщаемся. Я по жизни отшельник, мне отношения и семья не нужны. А он не может её создать. У него, в принципе, здесь нужно прикладывать усилия, надо работать, надо вкладываться. Это новый путь, к которому он просто не готов. Что будет, если вы пойдёте ему навстречу? Ничего хорошего не будет, вы только поругаетесь. И вы окончательно ничего не делаете. В принципе, четвёртый вариант, он вам как бы и не нужен, этот человек. Но это моё мнение. Но если вы пойдёте к нему навстречу, вы только разругаетесь, потому что вы начнёте ему высказывать свои претензии. И, в принципе, башня мира – это окончательное расставание. То есть вы больше вообще с ним никогда общаться не будете. Какие у вас максимальные перспективы с этим человеком? Вы можете друг другу помогать. Вы можете человека с кем-то знакомить. Вы знаете, если совсем-совсем отдалённые перспективы, но это через много-много лет, когда человек наберётся мудрости, когда он попробует с кем-то жить, возможно, с более старшей женщиной либо более зрелой женщиной, которая вложит ему в голову какие-то семейные ценности, потому что они у него отсутствуют. Может быть, потом – да, но у него просто отсутствует понимание, что такое полноценная семья. Здесь вы ничего не сделаете. Он в этом плане не зрел. И неважно, сколько ему лет – там, 40 или 18. Здесь у человека не заложены ценности семейные. А у вас они… Вы чётко знаете роль жены в семье. А он этого не понимает. Да, он может появляться, но вам… Я не рекомендую четвёртому варианту. Вам это не нужно. Такой вот четвёртый вариант. Ну и давайте посмотрим пятый. Что у нас по пятому варианту? Сложная, серьёзная трансформация. Из чего куда? То есть у вас период паузы, которая необходима для того, чтобы у каждого в жизни произошли какие-то изменения. То есть вас развели на какое-то время для того, чтобы вы прошли свой опыт, свою внутреннюю трансформацию, сделали правильный выбор, определились в выборе, который вы сделали, набрались мудрости. А какие у вас были отношения? Здесь были измены. Здесь могла быть и семья, и отношения. Здесь были измены. Здесь был обман и измены. И вам действительно дали паузу, чтобы понять каждому, сделать какой-то выбор, каждому принять правильное решение. Вот вас как бы развели по разным сторонам, по разным углам для того, чтобы вы решили, вы хотите действительно идти обратно в эти отношения или нет. Вы хотите выбрать снова этого человека или нет. Потому что здесь правда как бы кроется в мудрости. И вас могут даже долго держать, пока каждый наберётся этой мудрости. Потому что здесь были измены. Здесь как человек изменяет? Когда ему чего-то недостаёт. Он недостаёт не в другом человеке. Потому что ошибка в том, что вы это ищите в другом человеке. А здесь получается, то, чего недостаёт, нужно в себе увидеть и понять. Здесь очень такой зрелый, мудрый вариант. Но не знаю. Пока я не вижу, что вы как бы сходитесь, что он проявляется сам. Трансформация у всех идёт по-разному. Что он думает обо всей этой ситуации? Что вам нужен другой мужчина. И вообще почему-то думает, что вам нужен мужчина, который будет вас любить, который будет о вас материально заботиться. По сути, императрице нужен муж с деньгами. Вы женщина, которая... Ну что он о вас думает? Что вы женщина, которой нужен достойный мужчина, который будет нести материальную ответственность за вас. С любовью. А он может это делать. Девятка мечей, солнышко. Ну, конечно, он хотел бы, но у него какая-то такая болезненная ситуация. Очень странный какой-то мужчина. Знаете, он готов даже отдать вас другому человеку с пониманием, что вам действительно нужен человек, который будет вас материально обеспечивать, а я не могу. Ну, вот видите, у каждого какие-то странные трансформации в жизни проходят. А что вы думаете об этой, обо всей ситуации? Здесь такой взбунтовавшийся женский характер, когда захотелось показать свою силу, показать свое достоинство и доказать, что у меня тоже может быть все прекрасно. Здесь характер, здесь проявлена яркая, проявленная сексуальность. Пятый вариант может быть и измена со стороны женщины, может быть и измена со стороны мужчины, потому что доказать свою силу либо другой женщине, либо мужчине. Это общий вариант, потому что вы... И здесь, что вы думаете? Я просто хотела показать себя, я хотела заявить о себе. Ну, вы это сделали. Поэтому получилась, скорее всего, какая-то ссора. Может быть, кто-то, конечно, другой появился, но, опять же, сложно здесь. Старший Аркан, здесь больше о том, чтобы вы поняли, кто вам нужен. Проявители загаданы человек в ближайшее время. Он скучает, тоскует, находитесь на расстоянии. Он может это сделать. Часто вспоминает, думает о вас, его очень тянет в эти отношения, но пока ничего не делает. А что будет, если вы сами первые позвоните и напишите? Он ответит, у вас будет очень хороший разговор. Достаточно приятный разговор, после которого вы будете опять очень сильно переживать. Какие у вас могут быть отношения, если вы восстановите всё? То же самое, что и в прошлом. Полностью возобновите прошлое, начнёте всё как в прошлом. Но у вас, если вы не проработаете трансформацию, ситуации будут повторяться. Да, вы можете по пятому варианту возобновить отношения. Начинается новый виток судьбы. Ничего не меняется. Вообще как-то ничего не меняется. У вас те же эмоции, те же ощущения. Как будто вы начинаете всё сначала, но опять та же история. И история может повториться. То есть вы можете опять показать свой характер. Вы можете опять... Не знаю. Но он является как бы судьбоносным человеком. В чём его предназначение в вашей жизни? Помогает друг другу проходить кармический опыт. Да, он, возможно, холодный, но он очень умный, интересный человек, который помогает вам выполнять свои кармические уроки, задачи, делать выводы. С ним можно построить семью. Но если у вас до этого была семья, можно вернуться в эту семью. Если были отношения, то вернули. То есть вот какие отношения были, вы с той же точки и начинаете. Но здесь такое ощущение, как будто каждый взбрыкнул, показал свой характер. А сейчас нужно понять, вот выбор правильно был сделан или нет. Тут кто-то кого-то поменял на кого-то другого. Но сейчас, возможно, сожалеет об этом. Либо посмотрел, называется, в другую сторону. Такой вот пятый вариант. Не скажу, когда проявится. Здесь больше идет, что женщина проявится, по пятому варианту. Но здесь в дальнейшей перспективе может быть возобновление отношений и совместное проживание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...